Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next.TV, на волнах радиостанции Next.FM, а также на наших официальных страничках в социальных сетях Atchamedia. Мы продолжаем разговаривать на самые злободневные, актуальные и интересные, по нашему мнению, темы. И сегодня мы поговорим о хабостреньком. Куда девается золото Кумтора? На сайте информационного агентства 24KG недавно появилась статья за авторством Татьяны Кудрявцевой. И, собственно, с журналисткой, автором этой статьи, мы сегодня поговорим. Татьяна, добрый вечер, спасибо, что нашли время для нас. Добрый вечер. Ну что ж, прошло... Благодарю вас. Татьяна, ну, давайте начнем, наверное, с того, насколько вообще изменилась ситуация за золоторудным предприятием и с месторождением Кумтор, после того, как, ну, после тоже весьма-весьма громких международных перипетий, скандалов, судебных разбирательств, наконец Кумтор был национализирован. Знаете, Максим, сейчас сложно сказать, действительно ли она изменилась и насколько она изменилась, потому что по факту вся работа между рудниками с месторождения его руководства засекречена. Когда было внешнее управление, все это объяснялось тем, что идут разбирательства, идут судебные дела, нельзя раскрывать информацию, потому что канадцы могут ее использовать против нас. Хорошо договор подписан, отступные выплачены, прошел год, но ничего не изменилось. Информации крайне мало, проанализировать ее крайне сложно, поэтому понять, что на самом деле происходит на Кумторе сейчас, ну, наверное, все-таки невозможно. Татьяна, а как мотивирует решение засекретить деятельность рудника и золоторудного предприятия власти? От них какой-то комментарий был? Почему, действительно, после того, как уже судебные тяжбы прекратились, уже, казалось бы, канадцы ничего против нас использовать не могут? Почему же информация такая важная? Потому что, ну, действительно, Кумтор – та тема, которая будоражит каждого кыргызстанца. Почему такая важная информация скрывается от общества, от журналистов? На самом деле объяснений нет как таковых. То есть формально и власти, и прислужба Кумтора говорят о том, что все открыто, все прозрачно. По факту это не так, потому что те данные, те отчеты, которые они публикуют, они малоинформативны и не позволяют сравнить и понять, есть ли прогресс, есть ли улучшение, ухудшение. Даже сейчас вот на дворе август, но отчета по итогам полугодия до сих пор нет в открытом доступе. И вот буквально перед нашим эфиром я еще раз посмотрела, думаю, может быть, он все-таки есть. Нет, его нет. Было только скупой пресс-релиз Кабмина, что Акалбек Джапаров заслушал главу Кумтора Голд Компании, принял к следению отчет, что все замечательно, что все хорошо, но и все, на том все. То есть четких нормальных деталей, которые позволяют понять, что действительно все хорошо, их нет. И нормального объяснения, почему так, тоже нет. То есть если во время внешнего управления мы даже отправляли официальный запрос, нам прислали четкий ответ, что пока внешнее управление не будет снято, все данные раскрыты не будут. Внешнее управление снято в августе прошлого года. Но с тех пор более детальными отчеты не стали. То есть они есть, но если даже их сравнить с тем периодом, когда на Кумторе была Центера, они довольно скупые, и по некоторым деталям мы не можем получить информацию. То есть каких-то комментариев по этому поводу тоже не получается взять, потому что прислужба Кумтора вроде как что-то отвечает. Но опять же, все это на фоне «мы заработали много денег, у нас все хорошо, чего вы придираете?» Все. То есть четких ответов на вопросы мы не слышим и не видим, к сожалению. Приходится отдуваться чаще всего президенту страны и к главе Кабмина. Да, мы об этом еще поговорим. Татьяна, я, во-первых, отсылаю и призываю всех наших зрителей и слушателей ознакомиться с вашей статьей. Она доступна на сайте 24KG. И все-таки в вашей статье становится понятно, что разговоры о радужном настоящем и еще более роскошном будущем, они как-то вот не сочетаются с теми цифрами. Потому что вот буквально держу перед глазами статью и вижу, что некоторые даже моменты были убыточными. Речь идет прям о таких довольно продолжительных периодах. Немножко об этой ситуации расскажите. Что, может быть, действительно как-то, если бы деятельность рудника и золоторудного предприятия была более открыта, мы бы как-то больше имели представление о том, насколько слова людей, которые заявляют о том, что у них все хорошо и Кумтор действительно вносит свою лепту развития Кыргызстана, соответствует реальности? Ну, смотрите, мы почему решили вообще изучить более детальную отчетность, какая есть, хотя бы какая есть, потому что мы обратили внимание на такой факт, когда власти страны говорят о том, что у нас на 100 цифры доходов бюджета, они это объясняют тем, что лучше администрирование налогов, фискализация и все остальное. Ни слова про Кумтор. Почему? Если у нас такие офигенные там показатели, почему власти этим не гордятся? Когда мои коллеги тоже стали эти вопросы задавать, последовал комментарий главы прислужбы президента Дейбека Урумбекова, что вот там такой-то доход по итогам трех месяцев, хотя на дворе был июль, не полгода, трех месяцев. Ну, ок, давайте изучим. И выяснилось, что огордиться-то нечем. Убыток по итогам первого полугодия 12 миллионов долларов. Это просто колоссальная сумма. И оказалось, что на производство золота потратили больше денег, чем с него заработали. Возможно, этому есть какие-то причины. Возможно, мы не специалисты, мы не технологи, не разбираемся детально в горнорудной отрасли. Возможно, есть причины, но, опять же, если бы власти, изначально понимая, что да, вот такие показатели, что могут это вытащить, если бы они изначально сказали, что да, такая проблема есть, но потому-то, потому-то, потому-то. Я знаю, что были сообщения, что якобы какое-то время копали не ту руду. То есть пустую руду, из-за этого расходы выросли. И, ну, естественно, потом нашли нормальную жилу, которая, хорошее содержание золота. Но когда идут подсчеты, это же общие подсчеты расходов. Возможно, это причина, но, опять же, это только наши домыслы. Плюс меня удивил тот факт, что снижается поступление налогов. То есть, когда, даже в период внешнего управления, власти особо гордились тем, что кумтор начал отчислять отдельные платежи, которых раньше просто не было. И цифры были просто баснословные, и мы это тоже отмечали. Но сейчас выходит, что именно эти платежи сокращаются в разы, в два раза, в три раза. То есть, получается, что кумтор приносит меньше. Почему? Тоже непонятно. Еще один момент, который настораживает, это административные расходы. Объясню, почему. Административные расходы включают в том числе заработные платы. Заработные платы на руднике кумтора – это просто плечево языках, и байки о том, сколько там зарабатывают, ходят по всему Кыргызстану годами. Но одно дело, когда там зарабатывают простые специалисты, которые действительно работают в сложных условиях, а другое дело, когда уже не первый месяц муссируются слухи о том, что новое руководство кумтора поставило себе зарплаты даже выше, чем они были при Центере. И эта информация тоже засекречена, да? То есть никакой отчетности перед общественностью? Да, этих данных нет. То есть даже нет информации об общем фонде заработной платы. То есть если бы была хотя бы эта информация, ну, простым делением на общее количество сотрудников, можно было бы понять, сколько они зарабатывали. Этих данных нету, и с учетом того, что никто, ни кумтор, ни власти страны никак не комментируют именно сообщения о высоких зарплатах, естественно, закрадывается подозрение, что, наверное, это правда. Наверное. Не берусь утверждать, но, опять же, хочется больше открытости, чтобы понимать, что там происходит. Я, конечно, понимаю, что... Почему это вызывает вопросы? Потому что все мы помним историю с внешним управлением, с Тенгизом Болтуруком. Там также все было засекречено, закончилось все уголовным делом. Ну, и обвинением непомерных расходов. Ну, вот поэтому и вопросы возникают. Раз уж зашла речь об этом, я планировал немного позже поговорить об уголовных делах, связанных с кумтором. Их действительно тоже богатый урожай был и в прошлом году, и в нынешнем. Тенгиз Болтурук, на ваш взгляд, вот эта история с тем, как нецелево использовались средства, разве она не могла ничему научить? Потому что, судя по тому, что вы рассказываете, Татьяна, такое ощущение, что, окей, ну, Тенгиз Болтурук как бы вот сейчас находится под домашним арестом, там, возместил ущерб государства, но такое ощущение, будто на смену ему пришел, ну, как будто бы точно такой же человек. Не могу сказать, что точно такой же, с меньшими амбициями, с меньшим желанием собственного пиара, то есть человек работает тихо, спокойно, неизвестно, что делать, но и особо себя не афиширует. Кумтор вернулся из шикарнейшего отпуска с пять тысяч квадратов в прежний свой, после, ну, опять же, после шумики. Если бы эту историю не раскопали депутаты, которые, ну, как бы, у которых чуть больше информации и доступ к режиму секретности, то это как бы потом по факту бы выяснилось. Но, опять же, судя по тому, что растут административные расходы, видимо, история ничему не научила. То есть, может быть, не шикует в плане машин, офисов и всего такого, но, скорее всего, зарплаты там остались по-прежнему на высоком уровне. Плюс ауди деятельности Кумтора компании Эрнстен-Ян показал большой объем операций со связанными компаниями. То есть, это когда компания финансирует дочернюю. Что это за дочерняя компания? Какие работы финансировались? Кому, опять же, принадлежит компания? Неизвестно. Приложение к отчету, где перечисляются, собственно, вот эти процессы, оно, опять же, недоступно. Вспомнили про депутатов, и не могу вас не спросить еще об одном важном эпизоде во всей этой истории. Это депутатская комиссия, которая была собрана, и эти люди как бы должны были выяснить, все ли чисто и прозрачно на руднике. Как я понимаю, что вывод комиссии этой депутатской был, что как бы в Багдаде все спокойно, все хорошо, Кумтор работает. Но насколько мы можем доверять выводам этой комиссии, на ваш взгляд? Я, честно говоря, не доверяю. Потому что создавалось это все, конечно, с большой компой, а потом было такое впечатление, что депутатов банально припугнули. Не зря же говорят, что на каждого депутата есть за что совести уголовное дело. И то есть вроде как они там съездили на Кумтор, съездили на финансовый завод в Карабалте, сказали, что все хорошо, что все работает, долл это никто не выводит. То есть их главное обвинение было в том, что кто-то куда-то продает долл. Куда продают долл, то, естественно, не нашли. Ну и нарушение, собственно, тоже. Ну и вот на этом все закончилось. И также, честно говоря, эта история заглохла так же быстро, как и началась. Депутаты там попиарились, покричали, что ой, вот Кумтора вывозит золото, как все плохо, какие все нехорошие. Презентовали результаты так очень скромненько в конце сессионного года. Уже все уставшие, все думают об отпусках. И не до этого, как говорят. Вот переходим теперь, наверное, к основному блюду и к основному вопросу нашего сегодняшнего эфира. Так куда же девается золото? Вот, как я понял, из вашей статьи в том числе есть несколько направлений. Основные – это Швейцария и Турция. Но сколько, в какую страну поставляется, по каким ценам и так далее, как я понял, этой информации у нас нет. У нас есть только скупая информация на статкома об объемах экспорта золота. Опять же, стоит вспомнить скандал прошлого года, когда в этой же статистике выявились поставки в неизвестную страну. Вот именно тогда, с этого все началось, и тогда оказалось, что поставки ввел Национальный банк. Стоит понимать, что когда началась история с национальной статистикой кунтора, у Кыргазолтына отозвали лицензию на экспорт золота. На сегодня экспортировать золото у нас может Национальный банк. Но в феврале прошлого года, когда у нас отозвали клеймо Good Deliver, то есть мы не могли продавать слитки на лондонской бирже, мы продавали их со скидкой Китаю и Турции. Вот оттуда история с Турцией и пошла. И тогда эту продажу, не называя суммы скидки, подтверждал сам глава Кабмина. В чем и соль, собственно. То есть непонятно реально, куда и сколько золота вывозится. Национальный банк говорит, что у него хранится где-то 47 тонн золота. Это показано в его резервах. Объемы активов, резервов золота действительно растут. Но это золото не находится в Кыргызстане. Пока не все золото, и Кыргызстан подтверждал, что да, они вывозили золото. Подтверждал Национальный банк и факт продажи, что да, действительно, они продавали золото. Но Национальный банк это такая структура, все равно закрытая, но в силу необходимости соблюдения безопасности и сохранности средств. Поэтому все эти передвижения, все эти данные, они, ну, как бы, действительно засекречены. Национальный банк не может отчитывать, сколько, в какую страну, в каком банке он там положил золото на хранение. Кунтор тоже отчитывается о реализации золота. Кому оно реализовано, как оно реализовано, тоже непонятно. То ли через Кыргызолтын Национальный банк, то ли часть Национального банка купила, потому что он обладает преимущественным правом покупки золота. То ли часть осталась, и потом как-то продали через Кыргызолты, ему ли вернули лицензию на поставки. То есть вот эти пути, они непонятны. То есть если... Дело ясное, что дело темное. Да, потому что Кыргыз говорит, что там больше ста тонн золота мы хотим добыть или еще что-то в таком духе, если у банка 47, а остальные куда делись? Ну, то есть вопросов больше, чем ответов. Слушайте, Татьяна, и вот мы переходим к основному вопросу. Я, конечно, понимаю, что он может строиться только на предположениях, но на ваш взгляд, для чего так много тумана, для чего так много неясности, для чего так много секретов этого во всем? Слушайте, уж нет ли там каких-то коррупционных схем? Вот как-то вот такой вот у меня вопрос возник сейчас. Я, честно говоря, не исключаю. Особенно учитывая историю с внешним управлением, аудитом и итогом этого внешнего управления, я подозреваю, что вот нас еще ждет не одно громкое уголовное дело. И по факту ли там расходов, продажи золота и всего остального, но, скорее всего, ждет. Потому что чем больше информации закрыто, тем больше вариантов для каких-то махинаций, каких-то непонятных действий, продажи. Естественно, рано или поздно это все будет изучаться. Естественно, рано или поздно вопросом будет заниматься Генеральная прокуратура и ГКНБ. Потому что, ну, не только журналисты, но и общественность, и даже простые граждане уже спрашивают, что реально там происходит. Конечно, должна быть нормальная, хорошая проверка, которая бы показала, что что-то творится на истории. Опять же, президенту тоже могут непонятную информацию доносить. Я не понимаю, то ли президент не в курсе того, что происходит, и ему просто говорят, что все хорошо, шеф, не переживайте, смотрите, какие хорошие результаты. У нас такие доходы, при этом не говоря про расходы. Либо он в курсе, и какая-то другая история творится за спинами людей. Ну, то есть, опять же, я уверена, что уголовные дела нас точно еще ждут, и не одно, и Кунтор останется любимой. Любимой женой в плане возбуждения дел, скандалов, интриг. Любимой женой в плане возбуждения общественности. Татьяна, ну, все-таки, вот давайте попытаемся ответить на вопрос. Действительно, Кунтор для Кыргызстана – это не только центр экономической активности, но и часто это, скажем так, карта в руках политиков. И мы все прекрасно понимаем, что довольно часто политические процессы в нашей стране происходят, скажем так, в разрезе Кунтора, из-за Кунтора. На ваш взгляд, почему, понимая все это, и как бы активно играя в первое время своего нахождения у власти именно на теме Кунтора, почему вот сейчас, вместо того, чтобы не распахнуть двери для журналистов, общественников, экспертов, для всех, кому интересно, действительно, куда же девается национальное достояние страны, почему стало не меньше, а, может быть, даже больше и вопросов, и тумана обволакивающих многострадальный наш Кунтор? Ну, ответ может быть только один. Значит, есть что вскрывать. Да, ответ очевиден, я с вами согласен. Другого просто смысла в этом я не вижу. Ну да, что скрывать, нам расскажут будущие уголовные дела. Вот о них-то и поговорим, уже вспомнили про Тенгиза Болтурука. Еще одну персональю хотелось бы рассмотреть в этой череде дел, связанных с Кунтором, это Динара Кутманова, экс-министр природоохраны. Вы знаете, мне вот когда только-только развивался этот скандал, удалось взять интервью у Динары, и, вы знаете, она произвела на меня тогда очень сильное впечатление, потому что я был, скажем, придерживался одного мнения, спустя там 20 минут разговора, она аргументативно, по фактам, смогла меня немножечко переубедить, да, в некоторых моментах. Вот, и я, не буду скрывать, проникся к ней действительно искренним, безусловным уважением как эксперту, как профессионалу. Ну вот проходит год, и госпожа Кутманова становится фигуранткой уголовного дела. Давайте немножечко вкратце вообще расскажите эту историю нашим зрителям и слушателям, чтобы они имели представление. И, наверное, остановимся на том, в какой стадии находится это дело сейчас. Вообще, дело самого Динары Кутмановой не особо связано с Кумтором. Оно связано, расследуется дело по факту коррупции в ее ведомстве. Якобы сотрудники ведомства, родственники Динары Кутмановой, ближайшие родственники, организовали схему, по которой они вымогали деньги на различные проекты, проекты не реализовывали, а деньги, естественно, оседали у них в карманах. Но это по версии ГКНБ. Все это... Ну то есть то, что дело расследуется, все знали, но о том, что там будет как бы к нему подключена и сама Динара Кутманова, и тем более, что будет арест, ну как бы не сильно верилось, потому что Динара Кутманова входит в команду людей, которые помогали национализировать Кумтор. Но оказалось, что не так. Оказалось, что не так. Все началось в прошлые выходные, когда Динара Кутманова заявила о том, что Юльфона похитили. А в ответ ГКНБ ответила, что никто его не похищал, он находится в розыске, и он будет как бы возвращен в страну. И позже, в общем-то, сама Динара Кутманова была арестована. Ну то есть дело такое очень странное, непонятное, было ли похищение, как с этим связано дело уголовное против... И сама Динара Кутманова, и против ее сына, потому что он работал в фонде развития природы, и недолго до таких всех событий с похищением арестовали его хорошего друга, который работал в этом фонде, тоже по обвинению в растрате средств с огромным-огромным ущербом. То есть фактически сейчас получается, что потихоньку-потихоньку возбудляются уголовные дела, и с арендой, в общем-то, сливают тех, кто так или иначе был связан с процессом национализации Кумтора. То есть началось все с полдруга, теперь Динара Кутманова, Кемель Кутманов. Напомню, что Кемель Кутманов был в числе тех трех активистов, которые подали иск в суд с требованием взыскать почти 300 миллиардов сомок ущерба с Центеры. И когда заворачивалась вся история с национализацией, именно этот иск и его удовлетворение судом стали одним из поводов вести внешнее управление и, соответственно, начать процесс переговоров с Центеры о том, что Кумтор теперь наш. Вот, раз уж вспомнили об этом, слушайте, Татьяна, понятная экономическая составляющая, но как-то вот мы забыли действительно, с чего все начиналось. А начиналось-то с того колоссального экологического вреда, который наносила деятельность предприятия. С экологией как? Вот скажите, за всеми этими коррупционными скандалами, за всеми этими скрывающимися от общественности отчетностями, мы как-то забыли, что действительно изначально мы хотели сохранить наши ледники, нашу природу и так далее. Вот с этим как дело обстоит после национализации? Тоже тайно покрытое мраком, если честно. Потому что, да, власти кунтура, власти кунтура, руководство и внешние управляющие, все говорили о том, что мы заботимся об экологии, мы не нарушаем никакие принципы, но надо понимать, что любая горная добыча это априори вред экологии. То есть либо добываем золото, либо заботимся о природе. Вот посередине там не бывает. Это первое. Второе. Какую технологию сейчас используют при извлечении золота, при добыче, я точно не знаю. Но полагаю, что ту же, что использовали канадцы. То есть те же способы подземной добычи сейчас нет. Ну, по крайней мере, кунтура о ней не заявлял. Я знаю, что о ней говорил Болтуру, но когда вышел отчет счетная палата, счетная палата посчитала, что это не рациональное использование средств, потому что подземная добыча слишком дорогая. Как итог, мы получаем, что месторождение работает так же, как и работало. Следовательно, скорее всего, ну, вред экологии такой же, какой и был. И получается, что вся эта история с вредом экологии, с миллиардным учебом, собственно, и была затеяна только для того, чтобы забрать кунтуру. Не более того. Вот оно как! Удивительно-то, да? А мы-то думали... А мы-то думали, ледники спасем, вода для будущих поколений останется чистая, питьевая, роскошная, дорогущая. А оказывается, просто надо было отжать кунтур и сделать его еще более закрытым, чтобы еще меньше информации оттуда проникало. Ммм, как интересно. Татьяна, спасибо вам огромное за эфир, но прежде чем мы попрощаемся, я бы хотел все-таки ваш прогноз, как человек, который глубоко погрузился в эту тему, опросил огромное количество людей, провел исследование. Татьяна, скажите, на ваш взгляд, действительно доживем ли мы с вами, как люди, пока еще не старые, как люди, которые идут поколениями за нами, до того момента, когда прекратится вся эта истерия с кунтуром, когда он будет там, действительно, условно, предприятием, которое обогащает наш бюджет, или, там, не знаю, предприятием, которое создает действительно рабочие места для кыргызстанцев достойные и так далее, и так далее. Ну, то есть, что ты назовешь, простите, за такое, как в нормальном государстве, как в нормальной стране. Доживем ли мы с вами до этого? И такой вопрос, на ваш взгляд, как гражданина и как человек, который тоже не, хоть и со стороны, но посмотрел, как это все происходит. Что для этого нужно сделать? Ну, смотрите, я верю, что мы доживем до того, когда месторожение просто закроется. Так, прекрасно. Ну, то есть, свой ресурс, оно потихоньку исчерпывает, поэтому добыча будет падать. Вот до того момента, как оно закроется, мы точно доживем. А будет ли такой момент, когда его деятельность действительно будет максимально, насколько это возможно, прозрачной, и возникать вопросов будет минимум? Я не уверена. что это когда-нибудь случится. Я, конечно, на это очень надеюсь, потому что Кумтор действительно национальное достояние, и хотелось бы, чтобы это достояние шло нам на пользу, а не просто оседало в карманах тех, кто так или иначе связан с Рудником. Вот, как-то так. А что для этого нужно сделать, Татьяна? Мне кажется, для этого нужна просто политическая воля главы государства. К сожалению, без его команды открыть, показать, рассказать, ничего не делать. Ну, или для этого нужны... Ну, либо там выступать рупором Кумтора и рассказывать все и обо всем понятно, доступно и отвечать на наболевшие вопросы. Или для этого нужны реально работающие общественные институты, независимые суды, правоохранители, чтобы... Ну, ладно. О чем мы? Да, это уж я что-то замечтался совсем уже. Спасибо вам огромное. На самом деле, еще раз напоминаю нашим зрителям, что на сайте 24КИДЖИ есть потрясающая статья Татьяны Кудрявцевой, Кумтор Наш она называется. Ознакомьтесь, очень много интересного. Конечно, и статья как бы задает больше вопросов, чем ответов, но, во всяком случае, она их задает и задает довольно осмысленно. Спасибо вам огромное за эту журналистскую работу. Напоминаю, что в гостях у нас была журналистка 24КИДЖИ, автор статьи Татьяна Кудрявцева. Ну что ж, друзья, да, действительно, спасибо и вам огромное. Мечтать не вредно, но хочется все-таки наивно верить, что, может быть, действительно живем до тех пор, когда национальное достояние будет работать на благо нации, а не отдельных ее представителей. Берегите себя. Напоминаю, что вы смотрели Арча Медиа, Next TV и слушали нас на радиостанции Next FM. Берегите себя.